что мы делаем в плохую погоду ждем когда она переменится а что мы делаем хорошую тоже ждем и надеемся что нас позовут в гости здравствуйте с вами александра виниченко и программа сады и огороды приморья сразу скажу что своего приглашения мы дождались и сегодня отправляемся в район сиреневки в снт дзержинец а в гости как известно мы ездим не просто так а за положительным опытом сегодня нам предстоит разобраться какой дизайнерский смысл скрыт в старых кроссовках узнать как развести карасей в пожарном пруду увидеть как выглядит настоящий дачный кот и научиться использовать чайные пакетики против фитофторы ну а наша походная ложечка на всякий случай у нас всегда с собой у героев нашего первого сюжета все как в песне бабушка рядышком с дедушкой даче в несколько лет назад приобрел внук чтобы летом они могли пожить на свежем воздухе с пользой для здоровья тимофей алексеевич и людмила викторовна открывают дачный сезон ранней весной и обязательно привозят с собой кота барсик полноправный член семьи и самый настоящий дачник как увидишь что хозяева пакуют рюкзаки укладывается сверху чтобы его случайно не забыли в этом году на даче впервые поспевает ежевика а что у вас тут за красота такая это ежевичка у нас да колючая колючая очень когда пригинаешь ее и привязываешь колючая конечно она черная черная да черная вся в цвету это значит сколько вы соберете с этого куста еще не знаем вот зацвела она нас первый год только а так она у нас еще такая росла это 2 года 3 и вот она только на 4 зацвела долго мы ухаживали за ней ждете в этом да ну думаем что и сколько цветов столько и ягод будет вот немножко салатикова и поделили так кудрявой вот этой петрушечки для салатиков это кинза вот у нас растет а это редиски мы уже там вот это уже почти съели это новый посеяли чтобы новые все время чтобы была редиска у нас все любят ее скажите ну как у вас хватает рук такой чистый участок ну просто все что все что мимо грядок скошено все что на грядках тут вообще такое ощущение что у вас не бывает травы вообще что она не растет трава то растет но просто вовремя самим же надо как-то ходить и все да и мало ли тут он ползучий хватает поэтому мы обязательно скашиваем траву и когда еще до и тем более правну приезжает вы обязательно скашиваем на дороге здесь на участке и соседский тоже он заброшенный но мы скашиваем потому что мало ли чего так что садите расскажите ой садим и огурцы и помидоры и лук и чеснок и салаты и морковку и редиску чего только здесь не садим и кукурузку у нас тоже любит тоже правнук входит пока все вот говорят что у нас с помидорами проблемы потому что фитофтора вы как я посмотрела передачу там эти вот спитые чайные пакетики и йодом их капаешь чтобы фитофторы не накрываешь вот мы пока пленку не убрали и вот это вот идет работает и фитофторы не должно быть допустим вот сюда вот мы будем вешать вот эти дуги мы их берем смачиваем чуть-чуть и йода туда как пару капель капаем на пакетик и вот сюда привязываем а потом накрываем чтобы йод начал действовать он же испареется и пары и тогда фитофторы не бывает но в основном муж занимается своими мужскими делами а я там если мне что-то надо помочь допустим помидоры открыть или закрыть естественно мы вдвоем да мы всегда здесь вдвоем все делаем успеваете готовить своему супругу что-то вкусно обязательно обязательно у нас всегда и 1 2 я мужа всегда королю хорошо в эти пирожки и блинчики и оладушки все сделаем здесь все весь июнь июль мы едим салаты свежие обязательно без этого никак а для чего тогда все выращивать конечно все иди а потом начнутся когда огурцы и помидоры ой там же вообще раздули каждый день овощи свежие каждый день ну и ягода всякое разное как на десерт все а можно сделать из кефиром и со сметаной ягоду ту же самую все растет полил вовремя подкормил вовремя окучил все это не трудно не трудно это просто в удовольствие у вас так красиво так уютно так чисто ну а в этом году мы решили три года не делали вот решили подновить маленько вот на раз прошел то еще на раз пройдусь и будет все нормально стеночки подмолодим все будет при прекрасно почти 7 месяцев мы здесь живем на даче тепло светло с нами вот наш питомец барсик у него даже получать когда он мяукает у него получается мама да да так интересно вот он может тебя и подойти поцеловать приласкается мы когда приезжаем домой вот поздно осенью да он у него депрессия начинается он у нас такой сидит такой-то понурый чего-то вы не хватает а дома когда цветы он старается залезть под цветы вот вроде как ему вспоминать задача наверное вот тоже здесь он бывает под кустиками полежит а еще на кухне у нас панно обои как березки и вот он на стол запрыгивает и на эти березки начинает когти точить как будто он на природе здесь вы смотрите телеверсию журнала сады и огороды приморья хочу напомнить как выглядит последний номер нашего журнала в нем есть материалы про цветы про помидоры и про пруды кстати про пруды в снт дзержинец как во всяком уважающем себя обществе есть пожарный водоем а у него своя история а может даже легенда говорят жил когда-то на улице лунной один человек который вечно с кем-то ссорился то соседу слева начнет доказывать что он у него 20 сантиметров межи захватил то соседу справа а соседи попались сговорчивые один говорит извини что так вышло возьми свои 20 сантиметров и еще мои 50 чтобы уж никаких вопросов не было а другой сосед целый метр согласился отступить лишь бы не воевать так и не стало поводов для конфликтов заскучал неуживший выдачник и написал заявление о выходе из снт а соседи на радостях подогнали экскаватор и вырыли на месте его участка противопожарный пруд а виталий полуянов который был соседом справа стал главным смотрителям он и тарзанку для детворы на берегу повесил и карасей в пруд запустил не промерзает рыба остается феврале я беру пилу вырезаю с товарищем прорубь вставляем туда соломы и рыба у нас вызывает нормально горьянчики называется озерки и красиво такие вот большие карась я сказал по фотографироваться поцеловал они разведутся мне сказали чем больше запустил я вот такие большие такие будут разводиться откуда карась с резких раздолью 20 детворей научил плавать будьте свою сына своих внуков век пятеро и соседские для все приезжают сюда очень купаются работят вы смотрите самую удачную программу эта телеверсия журнала сады и огороды приморья нашим читателям я напоминаю что в почтовых отделениях киосках прессы и садовых магазинах можно купить последний номер журнала а если вы собираетесь закладывать новые клубничные грядки то посмотрите предыдущий номер журнала там есть отзывы про новые и проверенные сорта сегодня нас пригласили в гости в снт зержинец следующий наш адрес улица вишневая 6 всех кто проезжает мимо участка из-за забора приветствует человек как две капли воды похожий на хозяина и веселое мультяшное солнышко но это только то что видно с дороги а мы с вами пройдем за ворота и познакомимся со всеми дачными идеями наталья и евгения никифоровых мой первый опыт можно сказать цементом я начала вот с этой лесной полянки до этого я занималась только в основном пластмассы это бутылки это ложки магазине увидев фигурки которые продаются и не дешево продаются я решила делать сама полазила по интернету где-то что-то нашла где-то что-то где-то как говорится доработала своей головой первый опыт это вот мои вот эти вот грибочки когда я их начинала делать конечно я думала что это все так легко и просто будет а не так то и получалось проволока тугая не скручивалась там каркас надо делать и все остальное цемент несколько раз надо накладывать потому что сразу много не положишь он рассыпается его надо за шапон высох потом следующий слой вот а потом когда стала поднимать очень тяжело получается здесь у меня поход можно сказать я как прозвала его детсад пошел на прогулку это старая обувь разбирая старый дом я нашла очень много всякой обуви решила вот ее вот приспособить вот так вот сделать дорожку такую ну чтоб не просто была травка но чтоб были цветочки здесь у меня тоже цветы вот такие вот у меня божьи коробочки грядки у меня сначала были большие широкие вот их было очень удобно обрабатывать поэтому я мужа попросила чтобы он сделал их маленькими вот такими вот чтоб можно было с одной стороны сесть на стульчик с одной стороны обработать и с другой стороны обработать очень удобно и спина не болит не сгибаешься сидя работаешь соседки только завидуют и говорят тут мы приезжаем весной на свои участки зайти не можем потому что грязно а у нас в любую погоду чисто клубничка у меня вот посмотрите вот очень крупная очень вот такая вот вот видите вот я за люблю заниматься клубникой я люблю чтобы сорта были очень много и разные здесь у меня румба полка маэстро а там вот маленькая у меня грядочка я посадила в этом году два новые три новых сорта это черные клубника планета называется биянка белая и моросейка наталья что это у вас тут за система такая сложная эта система можно назвать автополива то есть да то есть у нас видите как варилет лев он у нас идет уклон есть поэтому муж у меня покумека в голове и решил мне сделать вот такой автополив то есть он поставил две бочки сами видите на возвышение и под собственным давлением воды вот вода он сделал шланги тройной вот такой кран куда девается шланги шланги он протягивает вдоль грядок и под действием напора воды собственно так сказать веса воды вода бежит по шлангам то есть вы не ходите с я не хожу с лейкой для меня это удобно вы просто берете просто шланг беру на конце вот такой вот кранчик я его открываю ложный поле пошла поливать если чтобы не наклоняться у меня есть он там вот женя трубочку дай вон там еще насадочка да отдела и все и я в любое место куда мне надо туда я и полила и что это не надо спасибо моему мужу он заботится моем здоровье чтоб я меньше наклонялась и таскала тяжести так вот это тоже наверное у соседок вообще да да система вдохновляет их на это дело но не все мужья это делают жена чертит я делаю и все делаю так чтобы облегчить труд парчок открывается с двух сторон для того чтобы легче было обрабатывать также не сильно наклоняться ложится на грядку сейчас покажу как там открывается и удобно обрабатывать с двух сторон и вот такой вот мы можете сделали здесь у нас вот канавка идет вода здесь мы делаем подпорную стеночку же муж будет заливать здесь у нас будет бассейн вот здесь вот на этом месте мы будем делать бассейн то есть выравнивать грунт засыпать щебнем песком и сверху ставить бассейн а чуть подальше вот в углу это моя большая мечта сделать водопад водопад с запрудой вот начало положено камень уже первый лежит напоминаю вы смотрите телеверсию журнала сады и огороды приморья а еще у журнала есть свой сайт сад прим точка ру войти на сайт можно по qr коды на обложке журнала зачем нужен сайт чтобы прочитать все что не вошло в журнал а в разделе видео посмотреть все выпуски нашей программы а мы продолжаем нашу экскурсию по снт дзержинец оказывается там есть дачники которые не только выращивают огурцы и помидоры но еще и кур разводят как председатель снт наталья новак это вот мои курочки с которым мы приобрели самых первых это адлерская порода и куч кучинская то есть яйца несут они очень хорошо то есть несмотря на то что у меня их очень мало всего их 10 штук и один красавец петух у меня ну каждая курочка каждый день приносит по яйцу курами мы недавно стали заниматься но года три получается вот взяли но мы не думали что и настолько шумные много суеты создают эти и вот мои маленькие цыпляточки пока все вместе пока живут все вместе мы планируем их рассадить хотим уже все домашнее чтобы было внучок подрастает не хочется чтобы он был крепкий здоровеньким поэтому решили что для здоровья это будет лучше полезней домашние цесарок и мы взяли для мяса то есть у них очень вкусное мясо несутся они говорят очень плохо в год они всего приносят 90 яиц не о чем будем говорить поэтому для мяса подачи очень нравится у нас здесь свежий воздух тишина у меня очень замечательные дачники и просто обожаю по вечерам и собираемся играем лото у нас тут есть баянис у нас играют на гитаре когда я стала председателем нас здесь было 30 домиков жилых которые постоянно приезжали сейчас у нас уже стало где-то 95 то есть постоянно но вообще у нас по плану 319 домик мы купили где-то лет три назад и потихонечку начинаем его приводить в порядок как говорится вот там если вы видите как он был вот с левой стороны вот эти окна мы сами там стали вот это стеклопакеты менялись и начинаем потихонечку обшивать сайдингом он весь разный потому что ну что есть как говорится под рукой вот сейчас осталось обшить и еще крышу надо тоже вот сделать обязательно потому что она уже старенько уже протекает честно говоря с удовольствием переехал бежит на постоянку свет есть принципе дом тоже стоит как и ну как и жилой считается у нас осталось только прописаться но пока я в городе потому что работаю поэтому только по выходным пока но со временем я думаю что когда ульем на пенсии не будем работать то конечно сюда перейдем потому что здесь и свежий воздух и вообще тянет к земле хочется на земле там что-то делать там что-то удовольствие получаешь когда что-то сделал вы смотрите телеверсию журнала сады и огороды приморья напоминаю наше любимое занятие ходить в гости вот и садоводы снт дзержинец нас в этом поддерживают они живут дружно и постоянно устраивают посиделки и чаепития и нас чаем с пирогами напоили из настоящего тульского самовара часто ли ваши садоводы вот так собираются за столом бывают ли такие случаи что не все на грядке с тяпками а вот так вот и по-соседски за самоваром но бывает что и собираются не всегда конечно не часто но бывает что собираются потому что вот приезжает очень много гостей к нашему председателю очень много друзей гостей приезжают хорошего к себе да хорошая у нас председатель спасибо большое а кто такие замечательные пироги пек вот скажите я не разделены с вас самовар а тут пироги у нас гитара есть люточка нас тут было часто балуют пирожками да ну а мы по пятницам еще собираемся да вы что бывают еще турниры лото да без этого у нас не проходит ни одна пятница мадам шерер мадам собирались господа собирались дамы собирались моншерман собирались пьеры приходили нажирались что за кавалеры едет кутузов бить французов едет кутузов бить французов ура вот такие замечательные посиделки случаются да вот мы об этом расскажем и покажем на зависть всем другим обществом где такого вообще нетха чтобы они знали что бывают такие дружные члены садоводческого товownersчица У нас никогда никаких шклок не бывает, никакой ругани не бывает. Вот одни соседи, вторые, третие. Мы всегда друг другу все помогаем. Что-то надо, всегда приходят за помощью. К моему мужу приходят мужчины со всего общества, знают, что у дяди Жени есть все. Что сломается в машине, что сломается какой-то электроинструмент, что идут все к дяде Жени. Дядя Женя помогает, Тёма помогает мне. От болтика, гвоздика, все у дяди Жени. Все у дяди Жени, да. У дяди Жени только просто и все есть. Мы тут дружно живем, как говорится, обмениваемся рассадами, обмениваемся посадками, саженцами, цветами. То есть у нас обмен такой бартерный. Даже лекарства не спасают. Да, лекарства не обмениваемся. Бывает, приходят. И опытом, опытом. И опытом, да. Я как бы молодой садовод, поэтому многое не знаю, как надо. Вот ко мне приходят с улицы Вишневой, и они приходят, посмотрят, говорят, а у тебя вот это надо вот так сделать. У тебя пропадает уже, а я не понимаю. Я говорю, ой, спасибо. И подскажут, как надо. Ну и поделятся рассадой и так далее. Понятно. Слушайте, ну я уже теперь хочу спросить, с чем пирожки вообще? Яйцом с луком. С огородом. С очень вкусной пирожки. Да и на здоровье. Это на запах. Это на паузу. Давай, теперь уж тень. Давай, давай. Я редко попадаю, чувствую. Нет, не перебывайте. А так поздно. На этом наша встреча подошла к концу. В августе мы снова собираемся в гости. О том, что увидим, узнаем или попробуем, обязательно расскажем вам в следующем выпуске. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова